Девушки отдыхают Смело сказать призванные поэты, потому что поэт, у которого появляется первый сборник, он уже призван. Значит, редактор пропустил, цензура пропустила. Как давно занимаетесь вообще поэзией и как давно пишете? Ну, какие-то наброски, наверное, начали появляться еще к годам 13, но это вот были какие-то попытки найти литературную какую-то дорогу. Но уже более целесообразная, цельная, со смыслом, цепочками, вот это года 4, я думаю. Ну, вот с 13 лет, чаще всего, там, вот в первый класс только начинают идти, только научились писать и уже начинают что-то там, да, шкрябать. Что вас как-то мотивировало? Это первая любовь у некоторых. У некоторых, возможно, какой-то поэт писатель. Что в вашем случае? Ну, я думаю, девушка, это в большинстве случаев... Классика жанра пошла, да? Девушки вдохновляют в первую очередь, потом уже какие-то философии. Я начал писать раньше, и мне просто хотелось... Ну, это было позерство такое, наверное. Я просто читал стихи, и мне хотелось еще писать что-то похожее. Стал пробовать. Ну, потом был долгий тоже перерыв, и потом уже лет в 15 тоже, наверное, какие-то чувства. Уже сознательно, наверное, это просто оно пришло. Да, это пришло. И такие тоже какие-то первые чувства, наверное. А по поводу вот этих первых попыток, кто был первоисточником, кого перерабатывали? Есенин в основном пытался, но не очень, конечно, хорошо получалось. И сейчас не очень хорошо получается, но... Но сегодня самое главное попытка, да, продолжать и писать свои вариации. А по поводу все-таки еще ваших выступлений хотелось бы узнать, потому что в Одессе, благодаря нашим журналистам, по сути, мы на вас и вышли. Они вас увидели там, на одном из литературных чтений. Выступаете ли в других каких-то городах, и что это за литературное чтение? Потому что у нас в Николаеве есть, например, направление, когда литературное чтение под музыку, есть там прям как песни уже пишутся, некоторые читают просто стих. Что в вашем исполнении, как это выглядит? Ну, в Одессе вообще с этим... Проблем нет. Да, проблем нет. То есть это могут быть какие-то сборные вечера, где кто-то будет читать под музыку, кто-то будет просто читать, кто-то будет, я не знаю, там с группой читать. А в других городах... Ну вот я выступал в Киеве, выступал в Мариуполе. Ну я обычно без музыкального сопровождения просто сам читаю, а Стас расскажет вам. Я дополню, да. По поводу Одессы есть, в принципе, таких три больших проекта. Это блок, театр ушей и вот Черноморка. И, в принципе, остальные какие-то чтения и вечера, это уже ответвление от этих, грубо говоря, ну скажем, организаций. Да. И формат тот же. Ты можешь читать просто, и люди тебя слушают. Ты можешь подготовить какой-то интересный видеоряд, найти какого-то молодого композитора, который также хочет себя проявить. Вы работаете, получается, какой-то продукт. Ну, в тандеме. В Одессе это и живет, да. А по поводу сборников, как получилось вообще издать и как пришли к этому моменту? Потому что многие сомневаются очень долго. У нас были в эфире поэты и писатели, которым, например, по 30, по 40 лет. И они там первый сборник свой вспоминают и говорят, боже, это было сколько мучений. Ну, во-первых, найти финансирование. Второе, это, конечно же, самое-самое избратье. Потом некоторые, конечно, эти сборники боятся кому-то показывать. Как в вашем случае, как вы к этому пришли, или это от литературной организации, может, печать, или где спонсоров искали? Расскажите нам. Ну, если говорить о моем сборнике, то в какой-то момент я просто понял, что очень много стихов у меня куда-то деваются, необъяснимым образом. И я решил, что их нужно как-то запечатлеть, да, и как-то их уже загруппировать, чтобы они остались в памяти, прежде всего, моей. Ну, так получилось, что вот они потихоньку уходят в люди, и, ну, а по поводу финансирования, то это был, ну, такие сбор личных средств как-то. И вот весной я напечатал сборник, там, туда вошло 70 стихов, я даже вот покажу. Туда вошло 70 стихов за период с 2010 по 2015 год. Я предлагаю тогда, у вас мы еще узнаем, а от вас вот услышать одно из стихотворений. Можем? Да. И я провел без сна сотни безумных ночей. Сходил с ума в своей промозгло-холодной постели, безосновательно стал ненавидеть людей, и краски жизни моей безнадежно тускнели. Я добровольно себя в этот плен заточил и сам себе нарисовал эти границы. И этот проклятый мир мне давно не мил. Грустной поэзией я заполняю страницы. Я перестану верить календарям, они проказники мне по обычаю врут. Я как старая яхта, устал ходить по морям, и ни в одном из портов знаю, больше меня не ждут. Я перестану просто быть самим собой, сотру из памяти все свои прежние вкусы. Но буду ждать, случайно встречу с тобой, как верный праведник ждет второго прихода Иисуса. Очень круто, я хочу сказать. Но современная поэзия меня вообще вдохновляет. Очень мне нравится ритмика все-таки. Это вот так и просится музыкальное сопровождение еще. Спасибо. Это ты еще Стаса не слышал. Да, сейчас мы услышим еще и Стаса. По поводу Стаса, я смотрю, что украинскую мову, да? Да. Книга однажды. Сборник был сделан с авторств, и мы сделали такое объединение, квартет, и назвались провинцией, потому что так сложилось, что, в принципе, все четыре автора, мы не из Одессы. Вот мы с Димой Журавлевым, мы из Белгорода-Днестровского, мы любим называть его Акерман. Руслан и Саша, я честно точно и скажу, но они тоже вот из Одесского региона. Вот, мы можем увидеть, кстати, фотографию. Да, вот из самого квартета. Только развернул и сразу увидел. Провинция Я, и как сейчас уже для новитней литературы, какие называют характерно, это название с использованием английской литературы. Ну, мы решили, что провинция это будет прям слишком попровинциально, знаешь. Нужно как-то сильно обыграть это все дело. Да, и мы решили обыграть именно таким образом. Ну, что ж, я так понимаю, что тоже личные средства, все помогают. Да, это смс дат, вот, в принципе, на данный момент фраза «любой каприз за ваши деньги» как никогда актуальна. Вот, есть деньги, ты можешь отпечатать столько, сколько хочешь, но весь, как бы, вся соль в том, чтобы набрать материал качественный. Ну, что ж, я уже тоже предождание, тут такая была рекламка, что я теперь жду, и зрителей тоже. Если складать картину у купу, був вечер. Холодный вітер батурою бив моё тело, майбутние думы и млое сядали на плечи. Та через мить все раптово, как пух, погорело. Лишились кадри, что вставали в колону парами. Вони приходили в голову також по двое, спроби навмисно згадати здавались марными. Я был простым аналитиком, свопоконвоев. Жена машина швидкої, дубова лежанка, вусатий лікар, медична сестра та водій з палах. Чорна помада, в полон забирали хоманка, зростає різко потреба в повітрі і водій з палах. Крісон вже чує ймовірні і невірні гіпотези. І всі питають, якого дідька він тішиться. Ще купу слів запихали до уха, але позатим, така п'янка і привабливо юна тишица. Митушня біля моєї палати не вщухала, зібрався цілий консиліум сінів Гіппократа. Вони тямали з догадки не варті реалу. Я лише сказав, ці вуста найкраща у світі страта. Дуже круто. І що можу відмітити, чисто, скажімо так, як чоловік, який изучав літературу, що дуже приємно, що в початку починається двоскладним ямбом, а потім продовжується вже на трискладні тропи. Дуже цікаво, тому що ритміка грає, все ж таки. Граєтеся ритмікою, граєтеся словами. Сюжет. Це щось автобіографічне? Так. У більшості випадків ці всі твори – це з власного досвіду. Я думаю, що, напевно, відсотків 10 – це якесь придбане від когось або побачене в когось. А взагалі тематика, яка для вас характерна? Це щось соціальне? Чи, можливо, зараз те, що, скажімо так, наболіле, це схід країни? Ти більше знаєш, що ви зісходуєте, так? З Зенбласа, ну так виходить, я всегда говорю, що 95% моїх стихів – це любовна лирика. А вже остальні 5% є якісь стихотворення і родного краю, і що-то, може, немного соціального. Але 95% – все-таки любовна лирика. Не знаю, почему. Романтика є у вас в студії, це добре. Ну, я стараюсь не писати на политичні тери, тому що, я думаю, люди вже в Сталині, немного від цього і лучше дати... Хочеться іменно литератури? Для литературного господарства. Хочеться, якого-то релакса, лаунжа. Але чіше всього це либо любовна тематика, либо це якісь мої розмішління личні, які переходять вже в філософську лирику. Ну що ж, я так понимаю, що робота над цілищими вже зборниками теж кипить і йдет. Тому що, смотрю, у вас вже це було з нового, я так розуміюю, вже те, що не вошло. Як, які проєкти можуть є в голові, можливо, відеопоэзія, що-то в такому роді? Є в попытки, можливо, зробити це? Ну, вот сейчас у нас є проєкт «Синестезія», ми його так назвали, якби це... Ну, умение красиво називати і дуже вкусно, я вважаю вас присутствие. Ну, я объясню, чому именно «Синестезія». Ми просто соединили поэзію, живу музику і видеоряди. І значення слова – це якби, коли ти розпринимаєш несколькими органами сразу. Тобто ти слушаєш, видиш і вот... Все зони восприятия задействують. Ти захватываєш, да. І ми працюємо над цим проєктом. І ще ми працюємо зараз вместе і ще нескільки молодих теж одеських поєтів над проєктом, який буде називати «ЧБ». «Черно-белий» я правильно розшифровав? «Черно-белий» і «Черно-марко-блок». Ага, вот так, да? Двійноє таке названня, да. І це буде тож дуже дуже круто. Ми в підвкушений прям... А що проєкт этот в себе несет? Якщо здесь, я так понимаю, буде синтезування всіх видів искусства, то здесь, в ЧБ. В ЧБ. На нас курирує Талєна Лазуткина, і тому, я думаю, дужно бути вкусно і качесно. Ну, що ж, я тоді в піджиданні, і надеюсь, що це не последня наша встреча в студії. Хотілося поверити. Да, тому що сьогодні... Спасиба вам більше. Я зітрим просто приоткрою некоторые тайны. Ребята не приїхали в «Николаїв» ради каких-то выступлений, а приїхали ради того, щоб познакомитися з «Николаївським» зрителем. Да, мне дуже це приємно. Я думаю, що приємно зрителям, які об цьому зараз знали. Спасиба вам, ребята. Спасиба багато. Добре утро, «Николаїв». Всем привет. Ну що ж, друзі, дякую вам. Дякую.